Физкульт-привет, друзья! В эфире спортивная программа Овертайм. Каждый четверг мы с удовольствием рассказываем вам о главных событиях, которые произошли в Полевском. Этот выпуск посвящен футболу. Мы побывали на играх Северского Трубника. Смотрите сегодня. Кубок Свердловской области по футболу. Северский Трубник после выездного поражения от Динура со счетом 3-0 пытался совершить камбэк. Завершили первый круг чемпионата Свердловской области. Северский Трубник дома принимал Академию Урала. Футбол для всех. В Полевском пройдет турнир среди мужских команд, посвященный Дню физкультурника. Ориберя по всем по порядку. Северский Трубник в рамках розыгрыша Кубка Свердловской области по футболу на стадионе Трут на стадии 1-4 финала принимал Динур из Первого Уральска. Первый матч в гостях полевчане проиграли 3-0. Поэтому, чтобы пройти дальше, им необходимо было выиграть с еще более крупным счетом. Получилось ли это сделать, узнаете из нашего репортажа. В этом сезоне Северский Трубник на домашнем стадионе Трут выступает очень неудачно. До сегодняшней встречи на счету полевчан не было ни одной домашней победы. Поэтому сегодня сразу две интриги. Сможет ли Северский Трубник прервать эту серию и смогут ли они отыграться после поражения от Динура со счетом 3-0 в первом матче. Чтобы пройти дальше в рамках розыгрыша Кубка Свердловской области, им необходимо это сделать. И надо сказать, что хозяева поля настроены серьезно. После первого тайма они ведут со счетом 1-0. Но этого мало. И чтобы совершить камбэк, нужно забивать еще минимум два мяча и при этом не пропустить. Давление у ворот команды из первого Уральска нарастает. Футболисты в белой форме создают много моментов. С реализацией тоже все в этой игре хорошо. Удалось дважды поразить ворота гостей. По сумме двух матчей счет 3-3. Уже казалось, что Северский Трубник доведет матч до желаемого результата. Но все же Динур на 85-й минуте встречи отыграл один мяч. Итоговый счет 3-1 в пользу Северского Трубника. Но проходит в полуфинал Кубка Свердловской области Динур. Отличная игра была в нашем исполнении. Повели 3-0 к 80-й минуте. Владели тотальным преимуществом. Чуть-чуть не хватило везения. Пропустили необязательный гол. Оказалось, если мы переведем игру в овертайм, то победа должна быть за нами. Чуть-чуть не хватило везения. Отличная игра Северского Трубника. Первая домашняя победа. Но, к сожалению, полевчане выбывают из борьбы за кубок. В чемпионате Свердловской области еще предстоит побороться. На стадионе труд Северский Трубник принимал футболистов Академии Урала в рамках чемпионата Свердловской области по футболу среди команд первой группы. На днях была первая домашняя победа в этом сезоне. Но то было в Кубке области. А удалось ли хозяевам повторить успех уже в чемпионате? Сейчас расскажем. В этом сезоне Северский Трубник еще ни разу в чемпионате Свердловской области не одерживал дома победу. Но три дня назад полевчане смогли прервать серию домашних поражений и обыграли Динур со счетом 3-1. Несмотря на то, что в полуфинал Кубка Северский Трубник не сумел пройти, начало положено, и болельщики вновь хотят увидеть победу на родном стадионе труд. На этот раз в гости пожаловали футболисты Академии Урала. И в начале матча екатеринбуржцы получили право на 11-метровый удар. Голкипер Северского Трубника Александр Высотин смог парировать пенальти. Все же хозяева взяли себя в руки и наконец-то начали действовать по-хозяйски. На 17-й минуте Владимир Таргашев открыл счет 1-0, но игра от этого стала еще более напряженной. Обе команды создают много опасных моментов. Все тот же Владимир Таргашев удваивает преимущество Северского Трубника на 67-й минуте матча. Однако время отыграться у Урала еще было достаточно, но сделать они этого не смогли. А под занавес второго тайма на стадион труд обрушился мощный ливень. Команды доиграли матч, хотя моменты были. Сумбура на поле хватало. Итоговый счет 2-0. И это первая домашняя победа Северского Трубника в чемпионате Свердловской области. На мажорной ноте заканчиваем первый круг. Поэтому, безусловно, довольны результатом. В целом, как оцените игру? Что получилось, что не получилось сегодня по матчу? На самом деле мы играем уже третью игру за 7 дней. Особенно сейчас через 2 на 3 и очень сложно восстанавливались. Сегодня хочется отметить игру вратаря. Саша Высотин сегодня был на высоте. Это в первую очередь. Ну и молодого нашего новичка, Вова Таргашева, который забил 2 гола. В целом, погода как-то повлияла на концовку. Довольно мощный ливень прошел. Да непонятно. Сумбур начался с обеих сторон. Могли еще забить. Выходили 2 в 0. Надо было забивать дело. Что-то 3-0. Чуть-чуть, не знаю, не хватило концентрации или везения. При счете 1-0 много замен делали. Как-то корректировать пытались игру? Еще раз повторю, что третья игра за 7 дней, поэтому пытались освежать. Было тяжело. Ребята сводило ноги, тянуло мышцы. Владимир Таргашев, который сегодня оформил дубль, самый молодой игрок команды. Ему 17 лет. Недавно присоединился к северскому трубнику, уже показывает результат. До этого выступал за верхнюю солду. По стечению сезона выходил на замены. Последние 4 игры выходил в старте. И пошла моя голевая серия из 4 матчей. В этом матче тяжело давалось нам. И команда быстрая была, бегущая. Но получилось нам реализовать свои моменты некоторые. Но большие моменты мы не смогли реализовать. Тем не менее, тренер отметил игру. Два мяча сегодня забил. 2-0 выиграли. Доволен? Да, конечно, очень доволен. Под конец сезона очень. Первого круга очень доволен результатом. Первый гол заработали штрафной, пробил, очень хорошо попал. Второй гол нападающий Артем Порошков продвинул в зоне мяч и отдал мне на пустые ворота. Очень благодарен ему за это. Северский трубник находится на седьмой строчке турнирной таблицы, завершив первый круг чемпионата. Следующий матч полевчанам предстоит сыграть 5 августа, также с футболистами Академии Урала, но уже на выезде в Екатеринбурге. Играть в футбол могут не только игроки северского трубника, но и все желающие. Тем более, что в Полевском скоро пройдет турнир среди мужских команд, посвященный Дню физкультурника. Количество заявок ограничено, но места еще есть. О турнире нам рассказал президент Федерации полевского футбола Иван Маряхин. У нас планируется традиционный турнир, он посвящен Дню физкультурнику, то есть такая прекрасная дата для всего спортивного сообщества нашего города. И ежегодно мы проводим турнир по мини-футболу, либо по футболу 7 на 7, ну и так далее. Планируется у нас участие, мы в этом году сделали такое некое ограничение, то есть участников не более 8 команд, потому что еще помимо соревновательного процесса в этот день планируется торжественная часть, где жители нашего города, то есть спортсмены, руководители получат престижные награды, то есть там в виде грамоты, благодарственные письма. И это все приурочено нужно закончить до второй половины дня, то есть все спортивные мероприятия у нас рассчитаны до 14.00. И соответственно уже это потом торжественное мероприятие, где мы, физкультурники, спортивная общественность, будем поздравлять жителей нашего города. Сколько команд уже заявилось и принимаются ли еще заявки? Да, заявки принимаются у нас до 10 августа, на данный момент заявок поступило всего 4, то есть еще есть 4 вакантных места, то есть это любые, как любители, можно сказать, игроки действующие, которые могут играть на любительском уровне, даже иногда у нас принимают участие, что есть и профессиональные игроки, которые работают у нас, так сказать, в профессиональном футболе, все равно это игра в футбол, это не только слово «играть», это нужно еще работать, и соответственно они принимают участие в нашем турнире. То есть еще 4 вакантных места до 10 августа можно написать в сообщество ВК Федерации футбола Польского городского округа, мне позвонить, либо, ну лучше всего у нас там написано под постом, где в группе ВК Федерации, что там можно заполнить заявку в форме и, соответственно, мы ее увидим, если она окажется 5, 6, 7, 8, то вы попадете. Единственное, у нас там есть ограничение, то что участие могут принимать только участники, не младшие 18 лет. Вы смотрели программу Овертайм, следите за новостями в наших социальных сетях, мы публикуем их ежедневно, а в эфире телевидение увидимся с вами ровно через неделю в это же время. Живите спортом, пока-пока!